Согласно рекомендациям Министерства спорта Кемеровской области, для всех стадионов и площадок региона составлен график тренировок для занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. В нашем городе для тренировочного процесса открытый стадион «Шахтер», спортивно-развлекательный центр «Солнечный», поле Тырганского парка, а также стадион «Красногорский». По утвержденному плану к занятиям приступают спортсмены уровня подготовки не ниже кандидатов в мастера спорта – отделений бокса, тайского бокса, рукопашного и универсального боев, тяжелой и легкой атлетики, плавания, самбо, волейбола и регби. Площадкой для тренировок последних выбрано поле «Солнечного». Однако, прежде чем приступить к занятиям, по требованию Минспорта необходимо соблюсти меры профилактики. Это термометрия, дезинфекция рук и спортивных снарядов, а также обязательная дистанция между спортсменами в процессе тренировки. Перед каждой тренировкой мы обязательно проверяем температурный режим. У нас есть журналы, которые мы записываем. Также у нас у каждого спортсмена существует набор, куда входит градусник, маска, средства индивидуальной защиты и перчатки. Выйдя на тренировку, мы вынуждены ряд упражнений контактных исключить вообще, но мы хотя бы этому рады, что мы все-таки вышли, соблюдаем социальную дистанцию и стараемся, чтобы наши спортсмены все-таки подальше находились друг от друга. Исключив из процесса тренировок контактные упражнения, команда работает над техникой владения мяча, скоростными элементами игры, общей физической подготовкой. Константин Сычугов признается, в период самоизоляции сильно отбросил команду назад. И хотя спортсмены не просиживали дома, а проводили онлайн занятия, ничего не заменит совместных тренировок. Именно в них отрабатываются взаимопонимания между игроками, что важно в таком виде спорта, как регби. Во-первых, даже дышится по-другому. Во-вторых, здесь команда, мы как-то подбадриваем, поддерживаем друг друга, чем-то помогаем. А дома ты один, никого рядом нет. Ну, конечно, тяжело еще друг друга поймать, как бы сработаться еще, потому что все равно уже отвыкли друг от друга. Но я думаю, дня три-четыре еще и войдем в общую колею. И входить в колею нужно как можно скорее. После окончательного снятия ограничений в регбийном календаре числятся не менее десятка важных стартов. Наиболее значимые чемпионаты два первенства России, а также спартакиада и два Кубка Соколова по разным возрастам. Продолжение следует...